Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. Решать вопросы с транспортом в Новокузнецке будет новый оперштаб. Транспортная реформа в Новокузнецке и Кемеровской области привела к нехватке общественного транспорта. Третий день подряд с самого утра в утренний час пик автобусов недостаточно на линии. Если брать утро 20 ноября, то Петеравто выпустило 77 машин из запланированных 170. Есть вопросы в диспетчеризации и подготовке автобусов к выходу. Напомним, новый перевозчик Петербургская транспортная компания Петеравто не смогла обеспечить на линию нужное количество автобусов, допуская значительные задержки в движении. Это вызывает недовольство у горожан. Власти муниципалитета объяснили это тем, что не весь новый транспорт в первый день работы перевозчика смог выйти на линию из-за нехватки водителей, но намеревалась решить этот вопрос в течение одного-двух дней. Однако к пятнице ситуация кардинально не поменялась. В 2021 году в Ярославле начнется глобальная оптимизация сети общественного транспорта. В 2021 году планируется начало глобальной оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Основной целью оптимизации называют повышение доступности и качества перевозок пассажиров, что является необходимым условием динамичного и устойчивого развития всего города. Уже к 2021 году должно начаться сокращение маршрутной сети. Во-первых, планируется сокращение количества маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу. Во-вторых, запланирована модернизация подвижного состава и создание транспортно-ориентированной инфраструктуры. Стоит отметить, что еще в прошлом году ПТП-1 обновился более чем на треть, чего не происходило уже более 12 лет. Также в этом году в городском общественном транспорте впервые стало возможно оплачивать проезд банковскими картами. Терминалами уже оснащены 174 автобуса, 65 троллейбусов и 48 трамваев. Кошка в маске в одном из автобусов Барнаула стала героем соцсетей. В субботу 21 ноября алтайские СМИ и соцсети умилились одному случаю в общественном транспорте Барнаула. В тот день горожане видели в автобусе номер 20 необычного пассажира. Мужчина вез на руках серую кошку, оба были в масках. При этом сам мужчина халатно отнесся к собственной защите и ехал со спущенной на подбородок маски. Но его питомец был полностью защищен от опасности эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в городе. Фотография необычного пассажира общественного транспорта Барнаула появилась в Инстаграм и вскоре обошла информационные ресурсы и паблики в соцсетях региона. Пользователи соцсетей с одобрением отнеслись к случившемуся. Многие ставили ответственного гражданина и его кота в пример неадекватным гражданам, которые устраивают скандалы в общественном транспорте в ответ на требования надеть маску. В Нижневартовске 80% автобусов выработало свой ресурс. В городе Нижневартовске 80% автобусов использовали свой ресурс и необходимо обновлять парк автобусов. Об этом рассказал глава администрации Нижневартовска Василий Тихонов. Поскольку Нижневартовск продолжает расти, нам необходимо менять систему общественного транспорта, городские маршруты. Нижневартовск станет пилотной площадкой модернизации общественного транспорта. Также отмечалось, что программой модернизации не предусмотрено повышение стоимости проезда. Александр Беглов поздравил работников транспорта с профессиональным праздником. 20 ноября в России впервые отмечается День работников транспорта. Однако у этого праздника глубокие исторические корни. В 1809 году по указу Александра I были учреждены управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения. Губернатор Александр Беглов поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, напомнив о том, что Северная столица является крупнейшим транспортным узлом России, который играет ключевую роль в развитии единой транспортной инфраструктуры страны. За последние два года Петербург значительно обновил подвижной состав транспорта. Так, в этом году закупили 349 новых автобусов и 142 троллейбуса. На линиях сейчас работают современные электробусы и троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода. На 30% обновили подвижной состав и метро. В следующем году планируется закупка 54 автобусов. В Госдуме поддержали идею об использовании устройств против сна за рулем водителями автобусов. Заместитель председателя Думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский считает, что такая мера позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Депутат отметил, статистика по ДТП показывает, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов не уменьшается. При этом при введении такой нормы финансовая нагрузка не должна быть переложена непосредственно на водителя. Использовать такие гаджеты могли бы и автомобилисты. Ранее появилась информация, что водители пассажирских автобусов со следующего года обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Минтранс уже разрабатывает национальный стандарт требований к таким системам. Более 30 транспортно-пересадочных узлов планируют построить в Москве в ближайшие три года. В 2021-2023 годах в столице планируется построить 33 транспортно-пересадочных узла. По данным специалистов, ТПУ позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7%. Столичный стройкомплекс строит ТПУ таким образом, чтобы пересадка пассажиров между разными видами транспорта происходила в наиболее комфортном и оперативном формате. Всего на московском транспортном узле запланировано создание 265 ТПУ. В Рязани хотят временно заменить троллейбусы автобусами. Дело в том, что за 2020 год троллейбусы перестали пользоваться спросом, и теперь УРТ планируют закончить год не с убытком, а выйдя в ноль. Руководитель управления транспорта Рязани Андрей Михно рассказал на заседании комитета ЖКХ о временной мере – замене троллейбусов автобусами. Это связано с тем, что в 2020 году пассажиропоток значительно упал, и УРТ ушло в минус. Благодаря улучшению ситуации осенью, задолженность может составить 97 тысяч рублей к концу года. С ней будут справляться путем экономии. За прошедшие 9 месяцев троллейбусы отработали в минус 32 миллиона рублей, в то время как автобусы принесли прибыль 5,3 миллиона рублей. Поэтому менять один транспорт на другой – идея здравая. Но Михно заверил, что троллейбусы номер 3 и 5 не тронут. В противном случае 70 водителей останутся ни с чем, и автобусов столько в парке нет. Проект РЖД по переносу железной дороги в Сочи обойдется в 1,4 триллиона рублей. Перенос железной дороги в Сочи от побережья в горы будет стоить 1,4 триллиона рублей. Часть денежных средств на новый проект будет выделена из Фонда национального благосостояния, согласно проекту РЖД «Южный кластер». Денежные средства в размере 330 миллионов рублей планируется получить из Фонда национального благосостояния в 2025-2030 годах. Оценка данной суммы является предварительной, точный размер затрат еще не утвержден. РЖД продолжает вести работу по определению источников финансирования проекта. «Южный кластер» уже одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Пассажирский проект стал одним из самых крупных наряду с высокоскоростной магистралью «Москва-Санкт-Петербург» и развитием транспортных узлов обеих столиц, запланированных на ближайшее десятилетие. Продолжение следует...